Вот уже на протяжении 10 лет, благодаря полосатым трудягам крестьянско-фермерского хозяйства «Эвелина» на столах магаданцев – мед от местного производителя. Пасека расположена вблизи села Талон, что обеспечивает пчелам возможность собирать нектар в экологически чистом районе. Ежегодно около 60 пчел и семей приносят урожай в 600-800 килограммов. В 2020-м, благодаря небывало теплому лету, в «Эвелине» собрали 3 тонны полезного продукта. Как правило, у нас происходит за сезон два сбора. Первый происходит в июле. Это у нас изжимала, шиповник, черемуха, дуванчик, клевер – все богатейшее разнотравие. А в августе мы собираем иван-чай. В Магаданской области идеальные условия для производства меда, потому что нету естественных вредителей для пчел. То есть никаких болезней, ничего такого нет. У нас никаких пестицидов, гербицидов, ничего не используется. Поэтому мед просто чистейший. И, разумеется, он 100% натуральный. Становитесь в ряд, забирайте все подряд. На все вкусные лады вам торговые ряды. Ох и ярмарка, смотри, все продукты для души. Представить товары местного производства смогли более сотни колымских фермеров. На традиционной ярмарке «Дары, земли и море севера», которая прошла в минувшие выходные в Магадане в 47-й раз. Сезонный картофель, кабачки, морковь и многое другое вызывают большой спрос у покупателей. Ярмарка «Дары, земли и море севера» является долгожданным событием как для колымчан, так и для самих производителей. Ведь это возможность реализовать свою продукцию без уплаты аренды за торговое место. Мы помогаем фермерам, продукцию они выращивают сезонную, ставить какие-то постоянно действующие нестационарные торговые объекты или отделы в магазинах им невозможно открывать. А вот мы им предоставляем возможность в ярмарках выходного дня свою продукцию принести. Вопрос, который сейчас поступает, закономерно, а будет ли это все дальше, мы не говорим сегодня нет, но мы должны четко понимать, что мы и эту ярмарку приостанавливали, получили специальное разрешение Роспотребнадзора на возобновление ярмарок и будем здесь ее проводить до наступления, но уже совсем неблагоприятных погодных условий. На это разрешение есть. На ярмарке глава города Юрий Гришан вручил благодарственные письма каждому фермеру за высокие достижения в сельском хозяйстве, несмотря на непростые климатические условия и труд в зоне рискованного земледелия. Продолжение следует...